И снова здравствуйте, мои юные друзья! Рада вас приветствовать в нашем Доме Знаний. Вебинар по литературному чтению проведу я, Альбина Ахмедбековна, и посвятим мы его произведению Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Ну а конкретнее поговорим о том, что мы знаем о великанах и лилипутах. Но для начала, друзья, я предлагаю вспомнить сюжетную линию этого произведения. Итак, «Путешествие Гулливера» Джонатан Свифт. Корабли крушения – страна лилипутов. Гулливер помогает императору одолеть противника, неповиновение и побег. Затем страна великанов – добрая королева, карлик и обезьяна, путешествие с орлом, королевство академиков, причина упадка королевства и новый экипаж, ну и, наконец, благородные лошади и возвращение на родину. В чем же, друзья, главная мысль этого произведения? Она заключается в том, что находчивый, думающий человек ни при каких обстоятельствах не пропадет. Это произведение учит нас быть честными, справедливыми, добрыми. Учит не бояться трудностей и никогда не сдаваться. Более того, я надеюсь, вы извлекли для себя важный урок, что необходимо защищать слабых и помогать тем, кто нуждается в помощи. Испытания, выпавшие на долю Гулливера, но способны были бы сломить кого угодно, но только не его главный герой доказал, что является умным и находчивым человеком. Две страны – страна лилипутов и страна великанов. Эта тема интересует не только детей, но и взрослых, друзья. Ведь немало произведений, художественных фильмов, посвященных этой интересной теме, с увлечением читают и смотрят взрослые. Что же мы знаем о великанах? Друзья, злые, недалекие существа – вот они, великаны, да? Которые любят вырывать с корнем деревья, не проще закусить маленькими детьми. Но мы понимаем, что в некоторых произведениях, что великана проще перехитрить, чем одолеть силой. И сделать это может даже ребенок или кот в сапогах. Ну, как кот в сапогах в одноименной сказке Шарля Перро. Ну, нелицеприятный портрет получился, не правда ли, друзья? А ведь бывают совсем и другие великаны. Дружелюбные, сентиментальные, такие сердечные. Я хотела бы сказать, что существуют даже маленькие великаны. Но обо всем по порядку. Фольклорные великаны, людоеды, традиционно глупы и простотушны. Силой их не победить, а вот хитрость не помешает. Но помимо человекоподобных великанов-людоедов, в сказках и легендах народов мира существует множество других необычных гигантов. Ну, в первую очередь, друзья, это тролли, воспетые северными народами. Кажется, эти существа стали олицетворением суровой природы Норвегии и Швеции. С ее величественными скалами, фьордами, водопадами и быстрыми горными реками. Великаны, представители скандинавской мифологии, появляются в сказке Нила Геймана «От» и «Ледяные великаны». Ну, а, например, модный и хорошо одетый великан из сказки Джулии Дональдсон «Новый наряд великана» вынужден отдавать один предмет своего гардероба, чтобы помочь лесным зверушкам. Эта забавная сказка оборачивается мудрой притчей о человеке, который готов буквально снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь ближнему. Ребята, в России тоже есть своя великанская традиция. Ну и, конечно, это богатыри, среди которых выделяется святогор. Он так могуч, что веса его не выдерживает сама мать-сыра-земля. Ну, а богатырь Илья Муромец может уместиться у него в кармане. Своего рода продолжением такой великанско-богатырской традиции в советской литературе стал, и, конечно, дядя Степа Сергея Михалкова. Вы помните, в доме 8-1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча, по фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов самый главный великан. Ну, как и положено добрым великанам, дядя Степа совершает подвиги, помогая жителям города. Большой, несуразный человек, непривычный для обычного населения, не может скрыться от людского внимания. Он часто становится символом не такого, как все. И не такой, как все, чаще всего, страдает от своего одиночества или непохожести на других. Но есть еще серия книг «Большая маленькая девочка». Главная героиня как бы находится между миром взрослых, на что указывает ее огромный рост, и миром детей. Она необычный подросток. Ну, вы знаете, что все подростки необычны. Причем она пытается найти свое место в этом мире. Обратите внимание, это история первая, как приручить город. То есть это серия историй, связанных с большой маленькой девочкой. Ребята, ну а, например, великанчик Трок. У него совсем другая проблема. Он слишком маленький для своего племени. И ростом всего лишь с человека. Вот та самая история «Маленький великан». Друзья, но он такой не один. Вот послушайте. Огромными созданиями населен и мир романов о Гарри Поттере. Сентиментальный великан Хагрид становится одним из верных друзей Гарри Поттера. Кстати, писательница, я думаю, вы знаете, Джоан Роулинг. Можно с уверенностью говорить, что здесь представлен огромный мир людей, великанов, глибутов. Но Хагрид, несмотря на свой устрашающий рост, Хагрид может быть круток и сентиментален. Чего только стоит его привязанность к отвратительным фантастическим существам, за которыми он любит ухаживать. Ну, не чужд Хагрид и кулинарному искусству, я думаю, вы помните. В книге Гарри Поттера «Философский камень» Хагрид описывается так. Примерно раза в два выше и, по крайней мере, в пять раз толще обычного человека. Он выглядел как-то заведомо больше допустимого и казался диким. Длинные лохмы кустистых черных волос и косматая борода почти полностью закрывали лицо. Ладони были размером с крышку мусорного бака. А ноги в кожаных сапогах напоминали дельфинят переростков. Огромная физиономия почти полностью скрывалась под густой гривой спутанных волос и длинной неряшливой бородой. Но глаза все-таки можно было рассмотреть. Они блестели под всем этим волосяным буйством, как два больших черных жука. Друзья, вот так вот выглядит Хагрид. Но, друзья, этот великан, а он действительно великан, по сравнению со своим братом, великаном Грохом, просто лилипут. Вот еще одна история маленького великана. Друзья, рядом с великанами фантазия создала чудесных малюток, которые изумляют своим чрезмерно крохотным ростом. Ну, например, гоблины. Невысокие существа с бледной кожей, длинными пальцами на руках и ногах и с большими головами. Причем острые носы и уши тоже острые. У народов германского племени им дается название эльфов. И величина их определяется различно. То они равняются годовому ребенку, иногда даже четырехлетнему ребенку. То они бывают так крохотны, что могут свободно пролезть к замочную скважину и носиться по воздуху, как рой комаров. Ну, так вот, домашние эльфы – это такие некие человекообразные и могучие существа. Ну, обычно они лысые, даже и женщины. А вот, например, популярный сказочный сюжет «Мальчик с пальчик». Сюжет о приключениях маленького мальчика величиной с мизинец. Есть и другие похожие сюжеты, друзья. Ну, например, «Дюймовочка» или «Карлик нос». Кстати, друзья, я в самом начале говорила, что лилипуты и карлики – это не одно и то же. Обратите, пожалуйста, внимание, вот «Карлик нос» и чуть ранее вам был показан лилипут. Друзья, это действительно совершенно разные понятия. Ну, это уже совсем другая история. Надеюсь, я расширила на нашем вебинаре ваш кругозор относительно произведений, в которых встречаются и великаны, и лилипуты. Ну, а вам я советую посмотреть и поискать еще литературу. И не просто поискать, а почитать. Удачи вам, друзья! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok